Берем нашего постоянного партнера, который у нас участвует во всех наших занятиях, и мы будем на него. И идея, которую мы сегодня пропагандируем, это связать без расчетов. Ничего не будем замерять, вяжем на глазок, замеряем на глазок, тем не менее шапочка у нас получается... Но расчет делать придется все равно. Петельную пробу никто не отменял у нас в вязании, поэтому... Кто петельную пробу сделал? Давайте поставьте плюсики, потому что не будем, как в прошлый раз, делать пробу. Так, ну, вы там пока плюсики ставите, я начинаю показывать, как мы... Так, немножко снимаю. Ой, даже не помню. Так, листик бумаги А4 обычный. Поскольку голова маленькая, А4 хватит. Если вы будете вязать на кого-то большого, складывайте рядом два полотна, чтобы на большую голову хватило. Мне хватает одного. И просто берем, сворачиваем... Мы все подготовились, вон, они все скруглены. ...кулечек. Вот этот кулечек, вот, вот как семечки плевать, знаете, вот. Это и есть заготовка. Надеваем на голову и смотрим. Моя задача, вот эта задняя часть, для того, чтобы плотненько селась в голове, видите. Вот, собственно, наша буденка. Вот так она... Слушайте, видите? Слушайте, вот у меня скотчик, вот. Так, все размоталось. Сейчас еще раз замотаю. Если, как бы, мы накупленка, поэтому мы берем А4. Если у вас что-то покрупнее, значит, газетку, либо журнальные листья, либо... Сейчас я вяжу крепочкой, для того, чтобы у меня не развалилось. Держать с кучками. С кучками я сейчас померю и после этого замотаю с кидрючкой. Вот. Смотрю. В принципе, меня вот такой вот размер устраивает. Могу его залепить скотчиком, правда. Так что, скрепка это, конечно, хорошо, но она... Может, мне что-то тебе скотчика? Нормально? Не-не, вот это выходит, потому что я сейчас срезать буду. Все, закрепили. И теперь, для того, чтобы выяснить, у меня же все-таки бумажка, эти углы, углы мне не нужны. Поэтому лишнее я просто отрезаю. Вот. Вот это выкройка нашей буденовки. Все, больше ничего делать не надо. Вот, дай я скажу слово, доброе слово. На самом деле, когда я Наташу спросила, буденовку это связать, то я ей предлагала, а давай мы сделаем здесь вот как бы по лицу что-то. Она говорит, ну, это, конечно, можно сделать, но в этом случае придется делать расчеты. А мы все-таки стараемся упростить вариант. И если вы будете расчеты вязать на целый класс, то, наверное, все-таки это будет уже не 20 минут, а минут 40. И поэтому, Наташа говорит, я придумала способ, который это уберет, и этого не будет видно. То есть, вы видите, лист А4, у которого просто небольшие здесь спосики. Поэтому здесь измеряем. У меня здесь 15 сантиметров. Здесь 16. Тут чуть меньше, тут чуть больше. Беру среднюю. Вот здесь вот 15 сантиметров. Могу обрезать лишнее, могу лишнее даже не обрезать, потому что вот здесь у меня лист как идет. Так, я извиняюсь. Не, ну ты усредняешь для того, чтобы у меня была синетричная. Я усредняю, потому что симметрия была. Все. Лист у меня 30. Вот, так, здесь у меня был жирный, жирный, жирный. Вот он. Помните. 30 сантиметров. Здесь в сантиметрах. Слушай, а что-то 15. Как-то оно, не-не-не, это нормально. Показывает как-то наоборот. В зеркальном отражении. Вот. Показываю. Не, а здесь нормально. А здесь нормально. Это в этом финг-ауте. Все нормально. Все вот так нормально? Нормально, нормально. Вот, теперь здесь 15, а полный лист у меня 21. Итого. 21 минус 15, математика-то сколько? 7. Не, 8 или 6. 6, 6, 6, 6. Да 6, 6. Физики математики сложные. Я просто про другое смотрю. Так. Получается, что у меня уголок, который мы отрезали. Вот он. 6 сантиметров. Ну, как получили, вам понятно, да? Останавливаемся. Делаем. Ждем. Ждем. Кто сделал, кто у нас плюсики тут поставил. Кто будет по своим меркам вязать. Давайте, давайте делайте. Мы ждем, потому что все-таки нам бы не хотелось без вас уйти. То есть мы показать-то можем, но выкройку вы уже посмотрели, в особенности мастер-группа. Можете уже и вязать. Как говорится, вот и пошли вязать дальше. Можете вязать, да, пока мы сделаем. Да, пока мы ждем, а вы можете уже петли надбирать и все делать. И еще хочу сказать, что вот у вас получилось. 15 сантиметров для всех размеров? Нет, конечно. Это все по своим меркам. Но у меня такой нюанс, что немножко добавьте. Вот чуть-чуть там по паре сантиметров в бок все-таки добавьте. Поэтому пишу 30 плюс 2. В длину не надо, а в ширину лучше прибавить. Для выкройки. Для вязания уже. То есть вот это выкройка. И чтобы немножко на шею оно свисало побольше. Потому что это все-таки квадратика, а не точная выкройка. Мы с вами в прямом эфире делаем выкройку на определенный объект. И не у всех кукол, во-первых, такая голова, как у нашего кукла. А во-вторых, если вы делаете на ребенка, на футбольный мячик, на мужа или на кота, то, конечно, эти мерки у них будут другие. Поэтому покажи еще раз, как мы это делали. Чтобы, может быть, непонятно было совсем. Да не трогай. Вот кукла. Свернули кулечек. У меня он уже обрезанный. И задача, чтобы он нормально, хорошо сел на эту голову. Вот здесь вот он соединяется. Можно сошить. И не сваливаясь, и не растягиваясь, просто спокойно сидит на голове. То есть можно этот кулек на голову надеть, и он никуда не денется. Подлиннее, потому что вот здесь вот, видите, у вас все-таки затылок. Вот более-менее открыт, для того, чтобы немножко удлинить вот эту часть. Просто вот этого А4 чуть-чуть не хватило. Но посмотрите, достаточно вам такого, или нужно немножко добавить. Если затылок чуть-чуть открыт, вот как здесь, высоковато. Поэтому можно добавить. То есть вот эти 2 сантиметра, это для того, чтобы скрыть затылок. Да, и немножко вот сюда опустить длину. Поэтому вот листика чуть-чуть не хватило, иначе вот я не стала бы добавлять. Поэтому... Ну, у нас просто не было объекта крупнее. То есть мы не стали показывать на себе. Нет, на мне, например. Мы бы взяли тогда другой лист бумаги. Ну, это вязать долго. Наша задача сейчас не вязать 3 часа, а показать вам, как это делать. Поэтому в приближенном варианте. Если бы мы взяли совсем маленький какой-то пинг-понговый шарик, то там было бы все не видно, как бы наглядности бы не было. На крупном мы бы очень долго вязали. Поэтому мы взяли вот такой средний размер. Значит, вы сейчас пока запоминайте, а там дальше разберетесь. Если вы с нами вместе все это пройдете, то я думаю, что вы и разберетесь. Разобрались там или не разобрались? Давайте. Вот Оксана спрашивает 15 сантиметров для всех размеров ли. И на этом мы остановились. Нет, как бы мы уже на это ответили. Поэтому давайте, если какие-то вопросы те, кто у нас не вяжет, а просто смотрит, вы тоже можете задавать, если что-то у нас, может быть, непонятно. Потому что как только вебинар закончится, мы его отключим, и он будет доступен у нас только для мастер-группы, для всех остальных. Он будет все-таки у нас в прошлом уже. Мы решили таким способом все-таки стимулировать вязание населения, чтобы переставали уже бояться, сходили к машине. И, как говорится, когда у тебя сзади тигра, впереди пропасть, ты вынужден в эту пропасть прыгать, а там уже дальше как получится. Парашют раскроется, не раскроется, там еще что-то. Но вот мы сейчас вот таким способом пытаемся все-таки заставить как можно больше людей полюбить свои вязальные машинки. Потому что это все-таки очень большие возможности, которые для вас еще не раскрыты, для тех, кто их боится. Это то же самое, как прыжки с парашютом или какие-то вот такие экстремальные виды спорта, которые те, кто не попробовал, они не знают, они сидят и боятся. А те, кто попробовал, они уже этот адреналин не могут упустить. У нас внешний экран висит. Это ничего? А я сейчас посмотрю. А я не знаю. Дело в том, что ты в этом экране ничего не делаешь, поэтому мне трудно сказать. Так, девочки, она слышна или не слышна? А то мы как-то вот... Есть ощущение, что мы, может быть, чего-то зависли? Нет. Вот я вижу, там руки у тебя двигаются. Все. Вот листиком пошевелим, все нормально. Все нормально. Давай, может, пока тут все пишут, как-то вот тишина, видимо, все там это, замеряют это. Давай прочитаем письмо, которое у нас пришло сегодня от нашей ученицы. Слышно, слышно, чудесно. Так, все нормально. Перед самым, перед самым вебинаром мы с Натальей... Ну, пока тут все делают, мы с Натальей прочитаем письмо, которое получили мы от нашей ученицы вводного курса, которая связала, наконец-то, свою шапочку. Здравствуйте, Наталья и Светлана. Всегда думала, что вязание успокаивает нервы. Но в этот раз, но не в этот раз, эмоции переполняет. Мы с Натальей сидим, читаем, эмоции переполняет. Здорово. Дошло до того, что начала представлять, как моя машиночка пикирует с высоты четвертого этажа и разлетается на мелкие кусочки. Ниток перепорчена уйма, нервов еще больше. Началось с того, что все семейство под тем или иным причинам отказалось быть моделями. Жертвой пал безмолвный, сильно лбаухий 20-летний Мишка. На нем и отрывалась. Хотя шапка получилась чудесная. Шапка чудесная, да, шапка чудесная. Но вот водный курс все-таки он такой экстремальный. Но зато после этой шапки, конечно, уже ничего не страшно. В общем, пластиковые бутылки для косыряка использовать не стало. Нашлась старенькая пластиковая кухонная салфетка. Она гладкая, жесткая, да и резть ее было намного проще и безопаснее. Ну, шапку мы потом покажем. Шапка невероятно красивая. И она выполненная. То есть дальше уже, что бы там ни было, все, кто отказался от этой шапки быть моделями, я думаю, что они об этом уже пожалеют. Так, ну чего у нас тут? Так, слышно, слышно. Девочки, ну давайте, будем двигаться дальше, или мы еще все-таки эту выкруг устроим, примитивную выкруг устроим? Потому что у нас все-таки задача за два часа хотелось бы и связать все, и показать вам цветочек. Потому что цветочек, как он... Не цветочек, а звездочка. Да, 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 да. На самом деле, этот цветочек, мы его придумали сначала как звездочку. Он был у нас в варианте именно цветочка. И я его планировала для отделки шапки. Но потом мы поняли, что и таким способом, это почти как пейчворк, мы можем и таким способом и звездочку сделать. И так как мы сейчас с Натальей прорабатываем пейчворковую тему, то применение вот звездочки нашей тоже нашлось. Давай, может быть, ты покажешь тогда, вот пока тут все они считают, покажи тогда вот эти образцы и тогда расскажи, чего у нас. Вот два образца, связались. Па. А, вот самое-то смешное здесь, что вверх ногами пришли. Да, вот, Светлана, чего ты мне прислала звездочку, эта звездочка вверх ногами? А я ее сшила, и даже мысли не было, что-то не то. У этой звездочки есть теперь, ее нельзя отпороть. Да, отпороть ее нельзя, ее можно только распустить. Распускать мне очень не хотелось, я уже торопилась к вам сюда бежать. Поэтому, ну, у нас вот такая звездочка вверх ногами получилась. Сейчас мы с вами свяжем полноценную нормальную звездочку. Это просто наш недосмотр. Да, недосмотр очень, ну, вот, в нормальном виде звездочка имеет лучик вверх, а у меня он получился вниз. Вот, как легло, так легло. Людмила Иванова пишет, что хочется слышать Наталью. Меня не хочется слышать. Рассказывай. Ну, вы послушайте, когда сейчас будем вязать дальше, все услышите. Вот, вот эти две звездочки, в принципе, вяжутся... Ну, какая звездочка? Ну, какая звездочка? Это, не звездочка цветут. Ну, хорошо. Вот эти два цветочка. Потому что в зависимости от того, сколько вы лучиков нарисуете, может быть, совсем другая конфигурация. Представьте, что здесь много-много-много лучиков, будет смотреться совсем по-другому. Связано одинаково, но немножко в другом месте сделаны пересадки. Вы посмотрите, насколько по-разному получается. То есть, машинное вязание, оно настолько интересно, непредсказуемое. Ну, вообще вязание. Вязание, да. А вообще здесь, когда вы получаете на машине, не предсказать, как это будет выглядеть в итоге. Вот такая вот красота. Две абсолютно разные тряпочки связаны, можно сказать, одно и то же. Ну, просто здесь у тебя ромбиками. Да, а здесь с единым полотном. А здесь с единым полотном. И при том, что оно все, смотрите, ввязано в изделие. То есть, но с обратной стороны ничего нет. Все это привязано, ничего не пришито. Все вывязано единым полотном без швов. Мы сегодня вам покажем эту технологию. Швов нет, ни одного хвостика нет. То есть, все, ниток никаких нигде не торчит. Вот две ниточки. Начало и конец вязания. Вот смотри, у нас из Фейсбука появились первые зрители. У нас никогда из Фейсбука не приходили. Все у нас были из контакта. А теперь вот двое человек у нас. Фаинза. А, Фаина Сарычева, наша. Да, Фаина, наша же. И Нина, и Сайкина тоже вот из Фейсбука пришли. Так, девочки, какое-то вот безмолвие такое. Я так не могу сказать, как там погрязли. Да, вы чего-нибудь делаете или не делаете, или наоборот, все сделали, или ждете по моим меркам вязать? Ну, скажите, мы тогда продолжим. Потому что, а представьте, если бы мы еще сделали так, как я тебе говорила, с ушами, то вообще было бы. Когда бы мы растянули на три недели. Так, Вера Проскорина говорит супер. Наверное, про звездочки. Хотелось бы услышать мнение, чего вы там с выкриками. Делаем или идем дальше? Или будем прямой лист вязать. Считаем. Так, Мила Кузнецова уже вяжет потихоньку. Так, девочки, давайте, считайте пока. Считайте. Давайте заодно. Выкрику делаем. Мы с вами делали петельную пробу обязательно. И сразу можем посчитать. У меня по моей петельной пробе, получается, видите, у меня есть сантиметры. Так, они уже продолжают вязать. Мы еще даже... Так, а что я сижу тут тогда? Они уже вяжут, уже вяжут, уже вяжут. Я тут сижу с накрытием. А ты опаздываешь. И что ты опаздываешь? Вот у меня, получается, по моей петельной пробе 68 петель, 60 рядов. Это прямое полотно. И 24 ряда. Это вот этот уголок. По поводу уголка. 68 на 60. Это прямое полотно. Это доступно вообще всем. Просто прямое полотно без единого скоса. И 24 ряда, когда мы до него дойдем, будем делать простые убавки. Так, посмотри еще раз. Наши ученицы. Так, Ольга Коломейцева опоздала. Ольга Лукошникова опоздала. Значит, не понимаю, что за циферки у тебя написаны. Значит, где у тебя петли, где у тебя сантиметры. Значит, те, кто опоздал... 30? Подожди, давай я скажу. Те, кто опоздал, мастер-группа. Значит, вы получите это в записи. Вы сможете это повторить. Значит, сейчас, пока не меряете ничего, берете вот ту выкрубку, которая у нас, и по Наташиным меркам просто вяжете. Потому что рассказывать долго, откуда это все взялось, просто 15 сантиметров. Поверьте на слово. Да, 32 сантиметра. 32 на 15. Петельная проба, 68 петель, 60 рядов. Вот сейчас наша задача связать вот этот прямоугольник и оставить его висеть на машинке. Мы будем делать скосик. Там свои секреты у макушки, буденовки. Поэтому сейчас берете машинку. Кто уже посчитал, либо по моим расчетам, на машине 68 петель, 60 рядов прямым полотном. Значит, конечно, у вас может там исказиться и будет не идеально, так как если бы вы свой собственный петельный расчет сделали. Но для того, чтобы понять принцип, вам этого будет достаточно. То, что у нас как-то не закреплено в цветочке, это мы все вам покажем. Именно поэтому мы и торопимся, что все-таки у вас есть. Да, и нам нужно на чем-то делать этот цветочек. Поэтому нужно основывать. Это ноу-хау, которое я думала, что никто не знает. Потому что меня это осенило. Вот как бы как стукнуло в голову. Так я Наташа сразу об этом сообщила. Что хорошо бы попробовать. Я даже не знаю, как ты там такие ровные полоски вязала. Еще, наверное, какой-то ноу-хау. У нас ничего другого, кроме ноу-хауа. Через пиццу. Нет? Нет. Уважаем через пиццу. Так. Ну ладно, давай. 68 петель. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ну, у меня здесь брак в машинке, поэтому вот так вот и еще рассчитаю. 10, 7. Ну, будет у меня 67, потому что у меня здесь не хватает иглы. А это у тебя словно? Нет. Здесь у меня перебирали, когда машинку, не впихнуть иглу. Это хочу предупредить всех, кто у нас занимается перебором машины, купив старую машинку. Даже мужчина, профессионал, технически подкованный очень сильно. Но не машинный мастер. Но не машинный мастер. Не смог состыковать площадки. А когда этим занимаются девушки, которые вообще техникой не владеют никакой и никакой, это вообще катастрофа. Машина на выброс. Так, сейчас я ногу уберу, треноги. Она мне мешает сидеть за машинкой. Ну, можете вязать. Тихонечко. Что-то у меня кривит все. Так, я вяжу зеленую ниточку. Скальпель, зажим. Скальпель, зажим. К сожалению, пока я буду вязать, это будет очень громко и долго. Если Светлана сможет с вами поразговаривать. Сейчас рядов помолчим. Вместе с тобой пусть все вяжут. Да, все вяжут, да, все сейчас будут заняты. А кто не вяжет, тот... Значит, обычно рассказывай, что делать. Я делаю обвивом. Значит, те, кто не знает, что такое машинное вязание, то мы сейчас набираем первый ряд. Набираем первый ряд. Удобным способом. У кого нити вот, набираете на вспомогательную ниточку. Вот рукой ты закрываешь. Кто-то даже говорил, что ты пальцем... Да, вот не видно. Ну, поэтому на экран надо ставить с другой стороны. Я просто обвиваю каждую иголочку снизу вверх. Причем надо делать так, чтобы у нас петли были... Дай-ка я срокажу. Не, надену ты. Да, расскажу. Людмила Кузнецова говорит, что прямоугольник готов. У нас на самом деле не прямоугольник, а со скосами. Пока нет. Вот, я сказала, связали, остановились. Да, да, да. Пока ждем. У меня-то он еще не готов. А, прямоугольник, наверное, связали уже готов. Да, пока я тут разговариваю. Так вот, те, у кого машинка с ручной прокладкой нити, делают сразу. Те, у кого машина с нитеводом, а вас большинство, набираете вспомогательную ниточку. Потом провязываете один ряд катушечной и делаете вот то, что я делаю. Набор петель основной ниткой. И после этого вяжете свои 60 рядов. Когда свяжете, можете убрать катушечную нитку, и у вас будет идеально ровное начало вязания. Оксана Хостовец хотела косичкой набрать. Ты рекомендуешь ей на ее... Пусть набирает косичкой очень хорошо. На ее веритасе, которую она победила. Без разницы. Главное не перетянуть, чтобы машина могла эти петли провязать в итоге. Шестая плотность. Все. Да, вот ты, кстати, скажи, на какую плотность... Плотность шестая. На самом деле, вот когда меня спрашивают, на какую плотность у вас связаны, я говорю, какая разница. На вашей машинке это будет другая плотность. На НИВе 2. Акрил, детская пихорка, шестая плотность. Расскажи, пусть они пока вяжут, расскажи про письмо, которое тебе написали, про акрил. Ну, мне как бы комментировать особо нечего, потому что девушка написала, что она в жизни не будет вязать акрилом, он ее бесит тем, что скрипит, колтушится и вообще самая паршивая пряжа. Ну, тут для обучения. Для обучения она подходит идеально. Вязать из нее, да, не рекомендую, потому что... Будешь ходить скрипеть, но учиться... Учиться самое лучшее, потому что она очень эластичная. Именно потому что она скользит. Она эластичная, она хорошо скользит, она яркая, на ней видны все детали. Она не красится, она... И в мастер-группе мы рекомендуем именно на такую пряжу учиться. Она не портит машинку, ее берут практически любые машины. Пух не летит. Пух не летит, да, она безобидна абсолютно. Детские вещи. Можно, конечно, акрил не любить, но для ребенка это самая лучшая пряжа, потому что она гипоаллергеновая. Она никогда не вызывает потнички. Часовки. Чесотки. Вот, например, шерстяные шапки, они чешутся и звуки от них бывают. Если шапка состоит в основном из акрилов с добавлением небольшим шерсти, то чисто для носить она наиболее предпочтительна. Ну вот, на сильные вещи, свитера, кардиганы из акрилов вязать нельзя, потому что если вы носите пальто или шубу какие-то, верхняя одежда натирает, получается колтухи сразу. У тебя сколько уже рядов? 18. Так, я давайте помолчу немножко и быстро провяжу, и вы вяжете, и пишите сразу, что вы уже связали, потому что уголки будем делать вместе. Спасибо. Угу. Ну, кто руками так быстро свяжет? Нацелый класс. Да, за ночь. Кстати, очень хорошая идея по поводу класса. Оригинально. Оригинально. Вот, например, моему ребенку в четвертом классе родительский комитет, состоящий из родителей этих же детей, подарили дезодорант АКС. Ну, и у меня тоже были дезодоранты вообще. Четвертый класс, этот вонючий. И у меня примерно в этом же возрасте. Это вонючка невозможная, это воня невыносимая, это в АКС. Ребенок, издеваясь над нами, поливал, зная, что это мое, ты духами пользуешься. Потому что у меня то же самое было, это вообще. В общем, пока я втихаря его не выбросила, он так и травил. Ну, кто догадался в четвертом классе детям подарить АКС? Поэтому лучше уж буденок. Не, ну, наверное, рекламировали все. Наверное. Двое уже готовы. Так, я уже заканчивала. Ждем. Кстати, надо спросить, сколько людей у нас вяжут-то. Ну, пусть пока вяжут. Вот закончим, спросим. Нет, просто если двое, мы остальных ждать не будем. Сейчас спросим. Шестьдесят. Все, вот такая получилась у нас. Ну, пока у нас, так, Наталья, она, говорит, ждет, третий уже готов. Значит, сколько у нас на ходу вяжет? Давайте, если кто-то еще вяжет и нужно подождать, мы тогда подождем. Если же, как бы, это все у нас трое. Так, Галина Хлопцева готова. Давайте, если кому, если кто-то тоже вяжет и у него не хватает времени, давайте мы подождем. Если нет, то тогда мы все-таки будем уже. Шапка похожа на шапку монахинь. Ну, похоже, да, именно по этому же принципу. Вяжите черный или черный, вот так будет монашка, да. Ну, на самом деле, вот то, что мы сейчас вяжем, это такой достаточно, ну, назовем халявный способ. Потому что, как правило, если мы вяжем что-то более серьезное, вот такой способ не подойдет. Нужно все-таки попадать в размер. Потому что одно дело, когда вот эти уши болтаются, там плюс-минус 5 сантиметров, это не критично. Когда мы вяжем на себя что-то красивое, мы, естественно, не можем. Плюс-минус 5 сантиметров, это уже не серьезно. Поэтому, если хотите быстро получить какую-то вещь, естественно, нужно попадать в размер с первого раза. Без вариантов. Ну, если хотите сами получать какой-то, открывать какой-то способ, тоже можно. Но для того, чтобы что-то открыть оригинальное, нужно очень много чего знать. Или пользуйтесь методом, который уже 100 лет назад открыли до вас. То есть все расчеты уже давно сделаны, переделаны, придуманы, как это делать. Поэтому пользуйтесь тем, что уже есть, какие блага уже придуманы. Поэтому попробуйте вот эту выкройку, такую полную нестандартную. Нет, есть вопрос, есть стандартный вопрос. А вот есть сервис рассылок, нафига нам нужны эти расчеты? Пожалуйста, вот такой вот рассчитайте на какой-нибудь сайте расчетов. Потому что это нестандарт, это элементарная вещь, но она нестандартная. Она не укладывается ни в какие рамки. Это бы еще мы не делали никаких подрезов по лицу. А если по лицу мы бы сделали, если по полу делать вот эту вот нормальную буденовку, мы бы, естественно, сделали для нее подгиб. Потому что она должна держать форму. Мы бы сделали подрезку по лицу. Подгиб бы пошел дополнительно по закруглению. Козыречек. Козыречек. Мы бы сделали подгиб вот такой по лицу подрезку. То есть мы бы сделали никаких вот этих длинных ушей. У нас бы все было убрано. То есть на самом деле буденовка достаточно сложное изделие. Очень сложная шапка. Очень сложная шапка. И в исполнении. Вот у нас просто такой способ для именно подарка. Хотя вот такую шапку на самом деле можно и носить на улице. Я вот посмотрела, смотря, если с хорошей пряжей связать, она может хорошо сидеть. На самом деле можно обработать здесь вот этот краешек, чтобы не было вот этого острого угла, а какую-то планочку здесь. Планочку сделать, обработка вот этих краев. Рулик можно убрать, можно оставить как хотите. То есть в принципе вот эта шапка вполне может быть носибельной. Если ее связать из интересного материала, интересным рисунком, то нестандартный такой подход. Ну вот первое, чему мы учим наших учениц, после того, как они вяжут свою первую шапку и перестают бояться машинку, это, конечно, расчеты. Первый урок второго курса – это расчеты. Потому что то, что мы с вами здесь переводим по квадрату, эту петельную пробу, это, конечно, даже элементарно нельзя назвать. Это просто вот какие-то основы. Нормальные расчеты, которые вы можете применять в закруглениях, это уже, конечно, не этот способ. Ну вот, как бы еще прибавились. Девочки, есть кто-то, кого подождать? Или идем дальше? Потому что уже как бы вот полчаса мы тут 40 минут вяжем квадрат, еще не довязали. Если кому-то критично вот прямо надо подождать, напишите, вот прямо вот не могу, пока не довяжу, не уходите. Либо же все понятно, дальше уже все, двигаемся дальше. Так что-то пока напишут. Ну, пока напишут, а ты пока дальше. Сейчас мы с вами будем, пока довязывают, разбирать. Елена готова, Людмила готова. Чуть-чуть. Ольга Королева. Ну, мы пока будем рассказывать, а вы давайте довязывайте и плохо слушайте. Так, сейчас мы с вами будем делать шапочки, остренький хвостик. Вот этот вот. Такой момент. Он может быть таким вот не очень остреньким, как у меня. Ну, как очень-очень, не очень. Достаточно остреньким. Может быть тупеньким. Может быть вот с таким вот плоским. Откончанием. Может быть остренький-остренький. Вот сейчас мы с вами будем решать, каким мы хотим этот хвостик сделать. Смотря дошли. Когда делали, нам очень понравился вот этот острый угол, потому что он на шапочке смотрится действительно как продолжение. Ну, на самом деле он здесь. Пирамидка. Он идет, я вам сейчас покажу, небольшой ступенечкой. То есть вот, вот он, вот такой вот остренький, а здесь площадочка. То есть у этой шапки есть вот такая вот площадка. Он не остренький, но он просто вот так вот улегся. Затупила ты его. Я не затупила, он вытянулся. Нет, нет, я веду площадочку. А на самом деле площадочка у него получилась, потому что у меня определенное количество рядов, и убиваться на расчетах мы не будем. Мы будем вязать так, как получится. Вот сейчас я пока расскажу, как. Что значит, как получится. Поэтому небольшая площадочка в итоге испарилась и получился остренький кончик. Нет, на самом деле вот здесь вот видно, вот так вот, чуть-чуть видно, что он чуть-чуть острый. Да, на самом деле он должен быть прямой. Вот тут вот. Ну, поскольку это такие объемы, от вас зависит вид. Острую, тупую или прямоугольную. Или прямоугольную, с площадкой или без. Не знаю, ждать или уже рассказывать. Нет, не ждать. Не ждем, хорошо. У меня есть 68 петель. Вот это вот... Где моя выкройка? Вот. 6 сантиметров. Моя шапочка, вот этот уголочек. Он вот здесь вот составляет... Это замерила. Вот отсюда, вот здесь вот 6 сантиметров, вот этот уголок. И моя задача его связать. Азы, рассказываю. Мы убираем с двух сторон. 24 ряда у меня есть на то, чтобы это все убрать. Убираю я через ряд. То есть я не могу убрать в каждом ряду, я убираю через ряд. Поэтому на убирание вот этих вот 34 петель, потому что половина с одной стороны, половина с другой, у меня в итоге 12 раз я могу убрать, потому что 24 делим на 2. За 12 раз... То есть 6 это у тебя количество рядов? Да, сантиметров. Нет, количество рядов 24. За 24 ряда я должна убрать 38 петель. 34, извините, 34. То есть это мы раскладываем на бумаге и смотрим, сколько петель мы убираем в каждом ряду. И теперь я решаю. Если я хочу сделать тупенький уголочек, я убираю по 3 петли. 3, 3, 3, 3. У меня получается 3 жда 12. Сколько там? 4. Умножить или 3? 30. 3 на 12? 36. 36. У меня 34. Как раз я выйду нолик. И у меня будет такой тупенький уголок. Если я хочу остренький, я убираю по 2 петли. У меня получается... И тогда у нас что получается? Площадочка. У меня остренький краешек, да, и площадочка будет. Подожди, так мы тогда не по выкройке идем, мы тогда, получается, вот так увеличим? Мы вот сюда. Мы тогда делаем более острый край, но с площадкой. Потому что у нас остаются петли. А. То есть мы тогда убираем не все петли. У нас остаются в серединке какой-то количества петель, которые мы закрываем. И у нас получается вот такая остренькая макушечка с площадочкой. Как раз то, что в буденовке и делается. В буденовке они не остренькие, они имеют тупой краешек. Поэтому ваша задача сейчас решить, будете вы по 2 петли убирать, либо по 3. Мы будем с тобой вместе вязать. Давай, по 3 убираем. Убираем по 3, площадку не делаем. Не делаем. Все. Убирать будем частичное вязание, для того, чтобы не остались открытые петли. Щечек обнуляю. У меня 24 ряда. Итак, нитка справа. С левой стороны в переднее нерабочее положение выдвигаю 3 иголочки. В машинках с нитеводом отключайте рычаг частичного вязания. Сразу, с двух сторон. Все руками делаем. И? Девочки, все понятно, то, что Наташа говорит. Потому что я сижу, у меня голова плывет от цифр. Все ли понятно? Или нужно еще что-то повторить? Потому что если сейчас либо вы за ней повторяете и не поняли ничего, либо вы повторяете и поняли. Все ли понятно? Напишите, пожалуйста. Потому что все-таки нам бы хотелось, чтобы вы не просто за ней повторили, а принцип поняли с этими площадочками, остренькими кончиками и со всем остальным. Если хотите, можете сделать подлиннее. То есть вы можете по 2 петли убирать пока... На самом деле мы сделали, как вы видели, чтобы был острый. Мы можем сделать и вот таким вот. А можем сделать вот такой длинный-длинный-длинный буратин. У нас самое главное, что голова села вот в этот диаметр. Она у нас здесь села. А здесь дальше мы можем любые какие-то вариации придумывать. То есть вот эта часть у нас соответствует диаметру нашей головки ребенка. Вот если вот как бы замерять. А вот здесь мы можем уже извращаться, как нам нравится. Да, хоть буратин, хоть еще что-то. Так, всем понятно. Поехали. Отлично. Кстати, насчет буратина. Если такое вязать для себя, например, можно сделать действительно буратин с пумпончиком. И девчонке такую носить, я думаю, вот сюда. Так, одну Ольге Королевой. Она просит повторить. Что именно? Я так понимаю, про конус. Если мы убираем каждую... Так, Ольга с математикой дружит. Если каждый раз убирать по три петли с каждой стороны, мы убираем сразу много. Мы выходим на нолик, потому что у меня 24 ряда. Я должна за 24 ряда убрать 38, 34, господи. 68 делить на 2, 34. Если убираем помногу, у нас получается тупой кончик. Тупой. Если убираем помалу, у нас получается острый кончик. Он получается, да, большее количество рядов. Чем меньше игол мы убираем за один раз, тем острее у меня будет шапочка. И я могу остановиться на 24 рядах, а могу идти, пока у меня петель хватит. То есть мы вот так вот, или еще потом здесь хвостом вяжем. Так, вот здесь вот. Мы свяжем всего вот столько. Если я буду убирать по чуть-чуть петель и вязать, пока у меня их хватит, я уйду вот туда. Вот у меня будет длинная-длинная вот такая шапка-буратинка. Начинаем вязать. Три иглы. Отключили рычаги частичного вязания двух сторон. Три иглы с одной стороны, с противоположной от каретки, выставили в переднее положение, провязываем ряд. Обязательно иглу, если она у вас легла на иголке, заправляем под иглы, обвиваем иголку, стоящую впереди. Первую вот эту вот. Три иглы мы выдвигаем с противоположной стороны. Не спеши только. Три, которые усаживаем. Каждый раз, да. С противоположной стороны от каретки мы выдвигаем по три иголки. А я думала, ты их закрываешь. Ты их не закрываешь? Нет. Ой, так тут еще один секрет, значит, есть. Этот секрет – это возможность регулировать остроту шапочки. И возможность шить ее так, чтобы было незаметно. На самом деле, у нас сегодня времени не хватит на то, чтобы шить. Мы можем вот это шить. Это мы будем шивать на машинке. На самом деле, моя мастер-группа знает шов горизонтальный трикотажный. Он шивается руками. И шапочка у нас получается без шва. Потому что у нас открытые петли получатся сейчас в итоге, которыми мы можем пользоваться как угодно. Мы вяжем таким способом, каждый раз выдвигая по три иголки. Это способ частичного вязания. 24 ряда. Каждый раз выдвигая одинаково, конечно. На самом деле, этот способ частичного вязания настолько он интересен, если менять количество убираемых игол, у вас меняется конфигурация кончика. Но просто так браться за это я бы не советовала. Эти вещи все-таки требуют образца провязанного. Частичное вязание в основном воспринимают как вязание носка. Я как? Больше ни на что фантазии не хватает. Но эти шапочки можно вязать и все остальное. Так, ты проговаривай, что делаешь там. Ты по три убираешь? По три петельки убираю. Я не буду сейчас экспериментировать. И у нас задача связать по три петли одинакового размера конуса. Поэтому каждый раз по три петли с противоположной стороны от каретки. Я убираю. Вяжем мы 24 ряда. Ну, у меня вот 22. В общем-то, 24-22 тут особо не важно. Вот машинку твою Светлана Ковалева хвалит. Хорошая машинка, грузики не нужны. А что делать тем, у кого грузики? Грузики перевешивайте. Перевешивайте обязательно. Когда вы вяжете частично, у вас обязательно должны быть перевешены грузики. Усиливать надо? Усиливать, потому что при частичном вязании, при таком количестве накидов, машинка может подбрасывать. То есть в этом месте надо дополнительные грузики? Да, лучше. Ну, я в мастер-группе рассказывала, они все знают, все применяют точечные оттяжки с крепками. Обычные скрепки навешиваете с небольшим грузом. У вас никогда ничего не улетит. Ваши секреты. Это большой секрет, который знает мастер-группа. Вот теперь вы тоже все знаете его. Так, провязали. В принципе, можно было... Все провязали. Все провязали. Сейчас же у нас что стоит? Начинается закрытие. Ну, расскажи про свою визуальную машинку, Нева. Визуальная машинка? Вот я к ней очень неравнодушна и предпочитаю эту машину всем остальным. Может быть, они более современные, более интересные и больше возможностей имеют. Но мне нравится, как прокомментировали сейчас, интересная машинка. Не нужны грузики, потому что она все держит своими платинами, причем очень хорошо держит. И не требует никаких оттяжек. То есть она держит вязание. Все. Вот это самый большой секрет этой машинки и самый большой плюс. Ну, плюс ручная прокладка нити. Мне не нужны эти громоздкие огромные нитеводы, которые вечно не регулируются и усами шевелят. Я их не люблю. Не, ну у тебя же есть такая тоже. У меня есть такая тоже. Одна или две? Две. И третье. Вот самый интересный нитевод, машина с нитеводом, которая у меня не вызывает раздражения, это доплета. У нее маленький нитеводик, который ездит вместе с кареткой и регулируется винтом, а не тарелками. Вот чудесная машинка. И я удивляюсь, что такой чудесный способ регулировки нитевода не применяется больше ни на одной машинке. А вот Виктория Лебединская пишет, что а с нитеводами получается полотно ровнее. А это все дело навыка, как тянуть. Потому что если у вас нет навыка натяжения нити рукой, то можно и где-то перетянуть, где-то и не дотянуть. А моя задача привыкнуть к этому и регулировать нити рукой так, чтобы полотно было ровное. Спрашивают, а какую максимально по толщине можно на ней вязать? На Неве. На Неве 200 она вяжет, но уже плохо. 250 максимально, наверное. Мы на ней вязали собачью шерсть. Я на ней вязала овечью шерсть, она не вязала пряжу для ручного вязания, толстенную. По-моему, это было 200 метров, 100 грамм. Ну, тяжко ей, конечно, было, но она скрипела, но ехала. Мы каждый раз рассказываем, что все машины не одинаковые. Вот у нашей одной из учениц была вязальная машинка Нева, которая не брала шерсть. Она брала только как Сильвер вязала. Как Сильвер. Мы специально для нее подбирали вязальную машинку. Мы в Питере находимся, мы продаем эти вязальные машины для тех, кому действительно нравится. Машинки бюджетные, это бушный вариант. У нас они восстанавливаются, мы их продаем. И мы специально из нескольких машин выбирали ту, которая возьмет максимально толстую пряжу, для того, чтобы можно было вязать пряжу ручного придения. И вот именно такую машинку мы специально под заказ фильтровали из нескольких. Потому что не все хотят пряжу ручного придения. В данном случае человек хотел, мы специально ее подбирали. Поэтому сказать, что у вас точно она это возьмет, не можем этого гарантировать. Какой метраж в 100 граммах, если вот 200, 250? Вот он и 200, 250. 200 метров в 100 грамм. Моток. Вот тот моток, где он там моток? Продается вот такими мотками. На мотке написан состав и метраж. Спрашивает, а через иглу, если вот толстую пряжу? Ну, пробуйте, пробуйте. Значит, а сглаживающий ряд нужен или не нужен, спрашивает Людмила Кузнецова? Нужно, вот я сейчас и сижу, жду, это сглаживающий ряд. Мы ждем вас, мы ждем вас. Все, кто... Все закончили? Все, начинаем дальше. Начинаем продолжать. Вот, сглаживающий ряд для того, чтобы сбить обкрутое, иначе нам будет не надеть это. Вот Ирина Витальевна спрашивает, а иголки по сравнению с сильвером какого размера? Они, наверное, все одинаковые, а форма другая. То есть вот эта часть, язычки, она одинаковая, а задняя часть у них, конечно, отличается, потому что машины совершенно разные. Так, общий ряд на всех иголках. Сглаживающий ряд. И, в общем-то, нитку могу оставить, а я ей закрою плату. Беру вторую. Мы, на самом деле, можем взять это, сбросить на нитку бросовую. Мы сейчас это и сделаем. Так, а ты будешь только нашу шву закрывать? Нет, я ее на машину нарешу, но мне же нужно ее сложить пополам. А я думала, что ты закроешь через петлю и это... А потом сошью руками. А, потом... Не, ну давай, давай, я не знаю. Не, ну так просто побыстрее, в общем-то. Снимаю на выбросовую нить. Так, Людмила Ивановна, сколько стоит Нева? Заходите на сайт. Заходите на сайт, там все у нас цены расписаны. Они в разной конфигурации и разные модели по-разному стоят. Так, последний рядочек. Точно. Все, шуметь пока не буду, можешь разговаривать. А я предполагала, что ты будешь закроешь эти косички все, и потом на машинке соединишь. То есть получается тогда достаточно толстый край. Достаточно толстый край и нехорошо. Мы соединяем сразу открытые петли. Они быстрее вот... Закрывать, закрыть, потом обратно навесить, нет? Мне кажется, что навешивать гораздо сложнее. Почему? Вот. В Москву высылайте, высылаем в Москву. Да, по всей России высылаем. Пишите в личку, все вам отвечу. Ты как человек невяжущий. Я как человек невяжущий, да. Ошибаешься в данном случае. Очень боюсь машинки. На Сильвере 200 метров на 100 грамм нельзя вязать. Максимум 400 на 100. Да. Сильвер не вяжет. Даже не 400, лучше 500. 400 это уже... Если вы обратили внимание, то это железяка. На железной станине. Вообще вся железная. Эти машинки уже больше 30 лет не выпускаются. Тем не менее, они работают. Я вам покажу сейчас внутренность каретки. Когда видят эту внутренность каретки, там какая простая. Тут видите, что тут ломаться. Сломать, конечно, можно, но вот она настолько простая. Это просто рабочая лошадь. Конь такой. Вопрос. Да. Людмила Кузнецова. Насколько я поняла, ниточка в серединке – это обрезанная ниточка. Да. Я ее обрезала. Можно было переводить из стороны в сторону, но я не стала этого делать. Я обрезала ниточку и провязала общий ряд с новой. И сейчас я надеваю лицом к себе полотно, половину игл на полотно, половину на глазок. Сейчас примерно надену половину и остановлюсь. Буду с другой стороны надевать. Так, ну смотри, у нас сейчас 92 зрителя. До 100 мы еще не дотянули. Посмотрим. В тот раз было… А в тот раз тоже 97-100 колебалось. Посмотрим, сколько у нас было сегодня. Никогда не начинайте соединять полотно с середины. На глаз ничего не делается. Девочки, все понимают, что Наташа делает? Может быть, кому-то что-то надо подождать, да, объяснить? Ты половину делаешь? Половину. Ну, на глаз половину, но с края. Складываю пополам, сворачиваю и надеваю вторую половину на эти же иголки. Бросовая нитка остается висеть. А я думала, ты будешь катушечную туда подбросывая. Ты ничего не делаешь, в принципе, и так видно. Зачем надеваем одну половину игл? Ну, потому что я сейчас сшиваю две стороны. Видите, надеваю вторую половину иглы. Вопрос. Нева 1 и Нева 2 чем отличаются? Нева 1 предыдущая версия. А так абсолютно ничем. Она просто… Более ломкая. Нет, она просто пострашнее выглядит. На 5-й Неве какая самая толстая нить подходит? Если правильно вопрос задала, спрашиваю, Любовь Карпова. Ну, 300 метров. Она гораздо капризнее, чем двойка. Нет платин, и все, и пошли капризы. Да, потому что платин они держат, вот они вот цепляются этими зубами в любое вязание, они его держат и не дают слететь. Поэтому машину хочешь, не хочешь, она провязывает. Здесь очень хорошо фанговые всякие узоры вязать. Ажуры хорошо, вот такие накиды отлично держат, потому что она сама не держит. Вот эта вот машинка может провязать, ну, вот это не знаю, я на ней не проверяла, а моя, которая у меня дома, Нева, 12 накидов у меня выдерживала акрилом. Вот какая машинка 12 накидов может выдержать? А Неве 5, мне жаловались, что 4 не выносит машина. Поэтому вот эти вот платины, это, конечно, счастье. А удоплиты, там платины вообще какие-то зазубленные там такие вообще. Они просто это держат боком, а удоплиты сверху. Там вообще монстр. Ну, такая хорошая машинка, да. Да, вот не выпускают тоже. А на самом деле машины старого производства, они гораздо надежнее. Они действительно... Они очень тяжелые. Они тяжелые, но они не ломкие, они вот крепкие, вот такие вот, действительно качественные. Там сломать можно все, да, но для этого нужно применить усилия. И для Сильвера усилия применять не надо, он сам сломается. Вот они такие нежные достаточно. Ну вот расскажи легенду про то, как у тебя машина, сколько тебе лет служит. Ну, мне она служит, я еще в школе училась. Я вот даже сбилась со счета, сколько это лет. Не будем. Не будем, очень давно. Я помню, даже склероз уже даже не помню. Да, склероз уже, да, уже все, уже следующая стадия. Досталась бушная. Досталась бушная. Сколько ей пользовались до меня, тоже никто не знает, потому что она уже такая была потертая несколько. Вот, поэтому этим машинам сносу нет при должном уходе. А уход заключается... А почему у тебя петелька получилась несимметричная? Потому что у меня нечетное количество. Здесь нет иглы, поэтому я как остановилась, так и остановилась. У вас должно быть четное количество. У меня из-за брака машины я просто не стала делать такой вот... Ну, так что у нас там в принадлежащем уходе? В принадлежащем уходе эти машины будут служить еще моим внукам. Так. Девочки, давайте, надели, не надели, пишите, что у нас там, потому что... Я на самом деле. Подожди, нет, не распускаю пока. Подожди, ждем отчет. Так, чем отличается Северянка от Невы-2? Разные заводы. А так принцип одинок. Все то же самое. Ну, по толщине пряжи не можем сказать. Не могу, все машины разные, все надо пробовать. Вот этого я никак не говорю, такие вещи за чужие машинки. Так, девочки, давайте, что у нас там надеваем, надели, дальше идем. Что у нас происходит? Потому что муж готов вязать дальше. Да, мне осталось только закрыть шов, и буденовка готова. Сейчас приступаем к звезде. Ну, вот расскажи сейчас, что за кнопки на Неве-2? Кому-то интересны кнопки. Кнопки, ну вот спрашиваю, да. Вот эти кнопки. Так, давайте я вам сейчас... Тем, кто не вяжет. Если у меня иглы стоят в рабочем положении... Так, я боюсь, что она мне сейчас эти выставит. При нажатии кнопки она мне выставит петли в среднее рабочее положение. Это нужно для вывязывания жаккарда. Так, вот здесь покажу. Иглы. Кнопки нажимаю, иглы при провязывании каретки становятся в среднее рабочее положение, и вязание висит на самых кончиках. Очень удобная функция для жаккардов, для частичного вязания. Ну, такие вот рельсы, очень интересные. Значит, Наталья Малахова говорит о том, что у неё северянка тяжелее, руки от неё болели. Бывает у него такая. Могут быть рельсы плохо закручены, могут быть, не знаю, там неправильно что-то собрали когда-то, она тянет. Но часто каретка плохо уйдёт, когда плохо прикручены рельсы, она с усилием продирается по этим рельсам. Тут всё надо смотреть. Ну, расскажи про смазку, про уход, расскажи пока. Насаживают, вторую половинку насаживают. Что такое должен уход за машинкой? Мы должны её регулярно чистить. Для этого жёсткая щётка нужна. Вот что-нибудь магнатое провязали, почистили. Каретку почистили. Обязательно чистите вот это всё, все вот эти вот механизмы, чтобы нигде не было пуха. И смазываете. Смазываются пяточки игл ватным диском, рельсы. А самое главное – каретка. Каретка, у кого машина бушная, вы видите стёртые места. У кого машинка новая, смотрите инструкцию, где мазать. И вот там, где подтёртые места, либо там, где у вас написано в инструкции, мажете маслом из маслёнки. Маслёнка покупается в магазине «Галантерейка» или где шерсть продают. Машинки швейные, вот там. Можно брать масло грубой очистки, оно гораздо дешевле стоит. Вот в северянке пишут, что щётки истёрлись. И чего делать? Щётки истёрлись. А что там за щётки? А там без платинок? Там без платинок. А, в северянке. В северянке. В северянке и щёточки, да. В северянке и щёточки. Я не знаю, подойдут ли они от... Нет, у нас просто надо... Я же не знаю, у нас северянка... Надо спрашивать, есть у нас или нет. Это же не основная наша позиция. Поэтому надо... Всем, у кого каких-то деталей не хватает, пишите нам. На сайте есть наши адреса телефона. И мы с вами будем персонально решить. Светлане, можно ли... Да, Наталье по таким вопросам не пишем. Потому что она всё равно мне всё отправит. Пишите мне, и я буду смотреть, если можем помочь, то мы поможем. Потому что северянка – редкая машина, но мы всё-таки на невесте специализируемся. Так, толщина нити зависит от настройки каретки или не зависит, спрашивают. От плотности, да. Конечно, я могу вязать катушечные нитки на первой плотности. Сейчас я вяжу на шестой акрилом. А если это будет деревенская пряжа, то будет девятая плотность, конечно. Силиконовая смазка из автомагазина? Нет, в коем случае. Только... Вот Светлана Ковалева пишет, что у неё силиконовая смазка, и машинка летает. Ой. Ну, чего? Ну, не знаю. Хорошо, если летает. Но силиконовые все эти масла, они затвердевающие. Потом придётся всё это вымывать. Ну, если в автомагазине делают, наверное, для чего-то её делают. Ну, наверное. Ну, короче, мы вам... Главное, смотрите, чтобы эта силиконовая смазка не разъедала пластик. То есть поначалу она силиконовая нормальна, но потом она может затвердевать. Она может либо затвердевать, её придётся вычищать всё из каждого пазика, она может разъедать в итоге пластик. А у нас пластиковые вот эти вот детальки всё-таки присутствуют. И в каретке, и в самой машинке. Поэтому тут надо всё-таки очень осторожно к таким вещам относиться. А тебе что-нибудь говорят цифры? ВД-40. ВД-40 говорят. Это смазка для смазывания замков. Не надо её мазать на машинку. Не надо. Не надо экспериментировать. Это не экономия. ВД-40 достаточно дорогая, но купите вы за 50 рублей банку машинного масла в галантерейке, и вам хватит на несколько лет. Нет, ну, живут на Северном полюсе, где нет галантерейки. Только ВД. Нет, ВД, не знаю. Мне жалко, потому что, с одной стороны, конечно, это вроде как пластик не разъедает ВД-шка, но это для смазывания замков. Всё, поехали дальше, девочки. Значит, всё. Я просто сматываю нитку. Видите, я не стала отрывать, вспомогательную нить. Мы из неё будем вязать звезду. Я её просто... Ой, а как это у тебя там так оно легко? Да. Где там оно? Вот как только ты сказала, что оно где-то там легко, оно взяло и тяжело. И тяжело, да. А что это я? Это ты, да, этого всё сделала. Чё на меня-то сразу? Я вообще вязать не умею. Сейчас ослабаним петельку. Вот что такое набросовую нить. Она берёт её и даже не отрывая смазывает. Обычно мы всё-таки делаем... А зачем отрывать и портить нить? Да, да, да. Обычно мы делаем вот набросовую нить через катушечную, а потом ещё бросим её. Да, обычно. И тогда легко одевается. Но тут она вот пришла сэкономить. То есть это так, в общем-то, видно. Но на самом деле, начинать всегда надо с катушечной. Там без вариантов. Заканчивать. Если хорошо разделяются нитки, то можно и так. И закрываем вязание удобным способом. Вот кто каким способом знает, тот тем способом и закрывает. Если вы вяжете, вы какие-нибудь способы будете знать. Поэтому закрываем вязание. Специалисты говорят, силиконовую смазку используют для защиты пластмассы. Только марку нужно знать их море. Правильно. Наша задача не пластмассу защитить, а железо смазать, чтобы оно не тёрло. Чтобы оно скользило. Чтобы оно скользило. Потому что на несмазанной машине, как говорят, стружка аж сходит. Потому что не пластик мы защищаем, а смазываем железо, трущееся одно к другое. Для того, чтобы оно не стиралось. Мы смазываем железяку. Так, что мы делаем? Закрываем? Я закрываю косичкой. Вы закрываете тем способом, который вы обычно используете. Потому что если вы что-нибудь вяжете, вы всё равно как-нибудь дозакрываете. Хотите знать способы другие? Приходите в мастер-группу, будем разбираться. Это самый простой способ. Это не самый простой, но это самый удачный. Я считаю его самым удачным способом. Потому что он достаточно быстрый, достаточно аккуратный. И его даже можно использовать как отделку. Если делать по лицевой стороне. Соединение двух полотен даёт жгутик такой. Да, косичку. По поводу смазок машины, это всё равно, что по поводу разборок машины. Я очень консервативна и категорична в этом вопросе. Потому что испортить всё очень просто. А восстановить это уже не знаете, кто виноват. Здесь вопрос в советах. Понимаете, мы же давно работаем и знаем. И знаем ещё и по отзывам наших учениц, которые пишут нам о том, что начитались на форуме о том, что купленную машинку надо разобрать и почистить. Причём от и до, они разбирают от и до эту машинку. В итоге... Ну, это одна разобрала от и до... Не одна. Не одна. Не одна. Разбирают и считают, что да, это не гигиенично пользоваться чужой машинкой. Поэтому нужно её разобрать полностью и... Я не представляю, я месяц буду разбирать и собирать. Так, подожди, значит, вопросы. Я тоже закрываю косичкой, но у меня это выглядит по-другому. Я работаю иглами машины и одноигольным декером. Это не косичка, это пересадка называется. Потому что если мы иглами машины каждый раз пересаживаем петлю на соседнюю и закрываем, пересаживаем, это за закрытие не косичка. Ну, косичкой получается, но декером и пересадкой называется способ. Так, звука нет. У всех звука нет? Девочки, или у всех звук есть? Что у нас со звуком? Сейчас я проверю, что у нас там со звуком. У тебя нигде там не отключилось? Нет, у нас все. Так, звук есть. Залипло видео. У нас все двигается. Сейчас я проверю. Так, ну, подожди, сейчас. Может, я зависла. Звук есть, звук есть. Звук есть. Нет, все есть, все нормально. Ага, давай. Так. Прежде чем мы будем... Ты показала, наверное, вывернутая на ребенке? Нет, сейчас на ребенке показываю. Прежде чем мы будем... Вот наша шапка. Конечно, хорошо бы ее сейчас отпарить, но у нас уже просто на это не остается времени. Если мы сейчас будем парить, мы вообще никогда не закончим. Надеваю на модель. Так, чтобы было видно. Так, вот наша буденка. На самом деле, смотрите-ка, если мы сюда привяжем... Это мелковатая получается. Она не отпарена. Если мы сюда привяжем завязочки, это шапка на ребенка, в общем-то, нормальная шапочка с руликом. Почему мы сделали рулик? Это секрет номер три. Вот смотрите, что здесь у нас рулик остался, что здесь. Вот рулик у нас получается по-любому. И многие считают это горем на вязальной машинке, потому что рулик, очень тяжело с ним бороться. Как сказали уже в начале, если не рулик, то вот такая вот очень сложная конструкция. Рулик этот вопрос решает. На самом деле, кто знает, какие бывают способы окантовки шапок. Смотрите, планки, резинки, жесткие края, кружево, там что угодно можно делать, это то, что препятствует сворачиваемость и решает проблему края. Наша задача была совсем другая. Нас вот этот край просто, он нам помог. В принципе, можно даже взять этот рулик и подшить, чтобы при стирке он никуда не делся, потому что когда вы постираете, рулик развернется и потеряет свое очарование. У нас была одна из шапочек, которая тоже имеет окончание руликом. Очаровательно выглядит. Никто не использует, все постараются напарить. Но если мы напарим, то что у нас будет с ребенком здесь? Она будет висеть тряпкой. Она будет висеть тряпкой, будет вот так вот торчать колом по голове, а в данном случае молодец. Ее придется заделывать каким-то отделкой. Но тогда она утяжелит край и уедет в сторону. А так как у нас здесь лицо не овальное, то это будет как козырек нависать, то есть вся форма будет испорчена. Рулик аккуратно ляжет вокруг лица. Это секрет вот этой шапочки. Да, в данном случае это наше спасение. Но, понимаете, вот когда многие наши оппоненты, когда мы говорим, что машинным вязанием нельзя научиться вот так вот по урокам, которые мы показываем. Мы вам показываем какой-то один вариант. И когда говорят, ну вот мне надо будет, я тогда посмотрю какой-то урок. Надо будет мне планку, я тогда планку посмотрю. Надо мне будет там кружево, я кружево посмотрю. Но дело в том, что если вы не знаете, что есть такой вариант отделки кружевом или такой вариант отделки руликом, то вы просто этого никогда себе даже в изделии не представите. Вы никогда даже не будете знать о том, что это можно сделать. И поэтому вот мы в мастер-группе, мы даем все разнообразие вот этих изделий, отделок и всевозможных вариантов для того, чтобы вы их знали и знали, где это применяется. И дальше уже ваша фантазия включится, и вы будете знать, что в этом месте мне можно так, а в этом месте по-другому. Вот здесь вот мы когда шапку эту решали, то действительно стоял вопрос, а не сделать ли нам вот такой вот овал? И мне Наталья говорит, если они будут у меня час вязать 60 петель, то вот это еще 2 часа будут вязать. Во-первых, рассчитывать это будет надо сложно, а во-вторых, вязать. Поэтому идем по пути упрощения. И мы знаем, что рулик, он, ну как бы вот из того принципа, что он в одном месте загибается больше, в другом месте загибается меньше, по краям он загибается меньше, по центру он загибается больше. Вот даже вот, даже здесь видно, что вот он, он как бы вот еще, еще даже не, как бы не надетый на голову, а он уже выглядит, вот, он уже выглядит вот таким вот, как это назвать-то, ушками, уже ушками. Это ровно потому, что мы эту технологию знаем. Так, еще вопросик насчет машинного масла. Будет ли оно пачкать изделие? Если зальете, будет? По сути, как обезжиренный керосин. Ну, девочки, вот будет, и мы, когда машинки продаем, да, бывает иногда так, что машинка пачкает, но мы предпочитаем ее, как бы, обильно смазать, потому что большинство, да, потому что мы отправляем, и в холодных вагонах лежит, и чего только не бывает. При пересылке, вплоть до того, что пластмасса лопается, потому что на холоде лежат, и неизвестно, в каком влажном помещении, неизвестно, в каком виде это приходит, поэтому мы, когда перед отправкой тщательно смазываем, некоторые говорят, что прямо течет, ну, я бы не стала так вот говорить, но обильно смазываем, да, потом, получаете, нужно ее протереть. Так, ну, машинку, машинку связали, шапочку мы связали, наша задача – звезду. Значит, четвертый секрет этой шапки – это, конечно, вот это соединение, которое вы сейчас посмотрели, потому что его можно сделать, и, как вам Наташа показала, закрыть рядок, можно закрыть рядок, как говорили, это пересаживая петли. Здесь вот, если вы видите, один ряд тщательно переходит в другой, очень красиво, но мы это же самое могли заделать и трикотажным швом, и тогда вообще ничего не было бы видно. Было бы цельновязанное шапочко. Ну, если мы вяжем на класс, либо на корпоратив, то, конечно, мы это делать не будем. Мы идем по пути упрощения, просто надеваем на иголки, соединяем шов, если это будут носить полотенца, для которых это или бутылки, я думаю, что им голову не натрет за те три часа, которые они будут подарочным вариантом. Так, начинаем вязание цветочка. Пятый секрет – это звездочка, которая у нас будет на изделии не нашиваться. Ввязываться целиком, одним единым полотном. Но прежде чем я начну вязать звездочку, мне нужно ее нарисовать. Ну что, будем в мастер-класс? Мы хотели показать мастер-класс по расчету звездочки. На самом деле, это 20 минут, если ты быстро покажешь. Ну, смотрите, значит, я могу показать, как делать звездочку циркулем. Это достаточно прикольный мастер-класс, но я думаю, что лучше мы потратим время на вязание этой звездочки, чем на ее начертание. Вот, берешь звездочку. Тебе, Велина? Она поменьше. Ей нужно 4 сантиметра. А здесь она представляет из себя 5,5. Я беру звездочку на вот такую шапку 4 сантиметра окружность. 4 сантиметра диаметра. 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 Радиус 2. Значит, пока спрашивают, какая цена на нее ВУ-2 и сколько пересылка в Москву. Пересылка в Москву – это грузовыми компаниями ПЭК или деловые линии мы отправляем. Мы с ними уже давно работаем, и они примерно за два дня доставляют после передачи им в хранение. А стоимость ее 5,700. Это бушная машина, восстановленная до новой, в полном комплекте, с отвязкой-пробником, то есть что она работоспособная. Со счетчиком, с пятью иглами в запас, со всеми декерами, игонками и как бы вот в полной комплектации. Так, надеюсь, что пять. В общем, тем, кто каким-то образом, нарисуйте каким-то образом звезду. Звезда представляет собой в данном случае окружность. Окружность у меня вот на эту куклу, на вот эту шапку. Вот эту вот окружность, надо понять, что вот эта окружность, и от нее будут еще звезды отходить, залки. Поэтому вот это как бы основание. Больше, лучше взять поменьше. И на глаз просто начертила вот эти вот лучики, пять штучек. Теперь вырезаю этот кружок. У нас сто два зрителя смотрят. У нас, здорово. Так, я не... Ой, это... Не-не-не-не. Клитансы порезала заодно. Ну что, в руки попадет? Не видно. Врезаю просто кружочек. Ну, пока Наталья там режет, я расскажу, что мы везде пересылаем... Если за машинку вы нам платите, и мы по предоплате стопроцентной отправляем, то за пересылку вы оплачиваете непосредственно грузополучателю, на складе, на складском терминале грузополучателя. И вот сколько оно стоит, вот ровно столько и получается. Это примерно 450 рублей получается отправка. Ну вот в Москву 450 рублей, в какие-то другие города, чуть-чуть больше. Если кому-то нужна отправка, то можете посмотреть на терминалах, есть ли какой к вам ближайший. Ну, если вы будете мне писать, мы с вами потом разберемся, потому что не во всех городах есть терминалы, есть ближайшие там 100 километров, но это проще туда съездить самим, чем заказывать, чтобы вам довезли в руки, потому что машинка получится... Доставка получится в несколько раз дороже, чем машинка. Вот как бы имейте в виду. Поэтому, если по городу доставка иногда бывает 1000 рублей стоит, то за 100 километров там действительно она будет больше, чем машинка стоит. Так, все кружочки сделали? Да, Ольга Лукошникова в маленькие города посылаем. Ну вот то, что я вам сказала сейчас, ищите терминал, который к вам ближе. Мы посылаем куда угодно, но будете ли вы платить за такую доставку? Кружочек ждем. Все сделали кружочек. Начинаем звездочку. Так, не поймать камеру. Кружочек с пятью лучиками. Посередине вырезана дырка, для того, чтобы фломастером отметить. Все сделали? Ну, непонятно, сделали или не сделали. Давай пока начинаем. На предыдущей шапке я сделала большую ошибку, опустив лучик вниз. Поэтому здесь мы внимательно смотрим. Один из лучиков четко смотрит вверх. Получается, у меня ножки. Может, ты пожирнее просто обведешь эти лучики, они просто не видны? Да. Диаметр кружка 4 сантиметра. Мы делаем диаметр кружка для нашей шапочки, для того, чтобы у нас получилась вот такая звездочка. Вы смотрите по своей. На самом деле, мне кажется, здесь не 4 сантиметра больше. Вот за счет вот этих вот, которые я делаю. Диаметр, он вот. А из него уже торчат волки, да. Ну, то есть, если вам нужна звездочка, ну, потренируйтесь предварительно. То есть, не надо сразу вязать на шапку. Сначала свяжите звездочку. Потому что вот это, как я уже сказала, основание, из которого будут торчать уголки. Это должна, вот эта вот часть должна быть меньше, чем, получится меньше, чем итоговая звездочка. Так, и подожди секунду, еще раз. Виктория Лебединская. Для отстающих в расчетах 30 плюс 2 – это охват головы шапки в сантиметрах. Покажи, по ребенку или как там, как мы это сделали. Все-таки. Мы взяли из А4, сделали кулек. Что-то машинка лежит, уже мешает. Мы взяли листик А4, свернули из него, машины мешают, не могу даже показать тебе. Просто вот такой вот кулек. Ты туда под камеру подноси и все. Да, точно. Все здесь, в последовательности, не все. Вот. И надели на голову. И вот эта вот часть у нас получилась. 30 сантиметров. Но чуть-чуть не хватило, поэтому мы добавили 2 сантиметра на то, чтобы опустить немножко пониже вот эту часть. Ребята, это непонятно. Вот. Да, вообще не держится эта бумага. Вот наш кулек, надетый на голову. И вот здесь вот мы опустили немножко пониже, потому что иначе не хватает дотылку. Вот. Добавили по сантиметру вниз. То есть у нас здесь вот. Вот здесь вот просто 2 сантиметра добавили. Просто к листу А4 мы добавили 2 сантиметра, потому что кратковато получается. Все, поехали делать лыжечку. Так. Лучиком кверху выбираем лучик и ищем центр нашей буденовки, где мы будем ее... Сталию делать. Сталию делать, да. Где? И вот на том месте, где мы будем ее делать, мы делаем лучик. Берем жирный фломастер, который у нас рисует, и рисуем середину. Точку ставим. Не бойтесь, это все закроется, ничего не будет. Центр. И у каждого лучика мы делаем отметочку жирненьким фломастером. Сделали. У нас получились вот такие вот точечки. И теперь к каждой точечке мы ведем лучик фломастером же. Не бойтесь, все уйдет. Даже если вы на белом. Делайте. Главное, чтобы не просвечивала вниз, если это для вас важно. Сделали. Вот это заготовка для нашей звездочки. Красная. Слушай, мне кажется, ты опять ошиблась. Ведь ты же сейчас сделала не лучики, ты же опять сделала вот эти вот перемычки. Опять вот сейчас будет вниз попой. Так, ты меня... Я не путаю, я математик, я все вижу. Ты же междоузель я опять нарисовала. Вот поэтому у тебя ошибка-то. Опять у тебя ошибка. Да. Давай нарисанки делай. Блин. Давай. Так. Я ошиблась. Светлана меня... А я старалась. Нет, это... Это ты, на самом деле, нарисовала. Не лучики. Это не лучики. Это, девочки, не лучики. Я сделала опять... Это перемычки между... У нас опять будет звезда вниз головой. Так. Видите, вот все. Математик. Учет и контроль. Давай. На другую сторону сделай. Я сделаю на изнанке. Девочки, если вы не успели нарисовать, рисуйте по-другому. То есть лучик вниз это... Дело в том, что... Вот давай я объясню. Давай профессионал объяснит. То, что Наталья нарисовала, она нарисовала вот эти перемычки. Вот она эти перемычки пометила. Но эти перемычки, вот она вывела сюда, кверху, а вам нужно... А лучик пойдет вниз. А лучик идет вниз. Поэтому мы делаем так, что вот эта перемычка, которую она нарисовала, она должна быть внизу. А здесь вот так вот расходится. То есть вот, вот лучики ваши, они перемещаются. Поэтому переделайте. Если вы... Как бы вам все равно для тренировки, ну, делайте, как сделаете. Но по правилам, вот эти перемычки, опять же... Так, посередине положим. Можно короткую вниз положить, она тогда лучше будет. Не, нормально. Давай. Так, перемычки. Я опять укладываю лучиком вверх. Вот ведь центр. И... Все. И провожу. Это перемычки мы проводим. Не лучики, не путайте. Да. Вот, как бы, всегда хочется звездочку нарисовать правильно. Вот Наталья ее правильно нарисовала. Ну, это оказалось, да. Неправильно. Все неправильно. Так, нарисовали лучиком вниз. Не лучиком, а палочкой вниз. А ножками кверху. Вот тогда у нас все правильно получится. У тебя по тому же расчету будешь делать? Я буду делать по тому же расчету, но для тех, кому надо быстренько посчитать, сколько же нам связать, зная, что у меня 2 сантиметра, вот диаметр, радиус, то, что у нас было. Берете 2 сантиметра на вашу пряжу и считаете, сколько в 2 сантиметрах у вас петелек. Быстренько. Раз, два, три, четыре, пять. У меня... Раз, два, три, четыре, пять петель. Два сантиметра. Точно так же накладываю линейку на ряды и считаю, сколько у меня рядов 2 сантиметра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А у тебя по шоке-то не пареная. Все-таки надо по паренному образцу. Ну, нам некогда, хорошо. Нам некогда. На самом деле, 5 петель, 8 рядов. 8-9. То есть у меня вот там между ними где-то... но это не важно. На самом деле, в объеме. Беру... Так, идти поближе, чтобы вам было видно. А может, камеру поближе поближе будет? Раз, два, три, четыре, пять. Это должно быть понятно. Так. И остальное инструмент. Беру мое изделие и на эти пять петель надеваю звездочку. Жирная точка с краю вот эта вот идет на первую петлю. На первую углу. Жирная точка посередине, вот рядом с ней, не саму жирную точку, а рядом с ней, потому что из этой жирной точки мы должны будем пять раз взять петли, надеваем на... Она надорвется, если из нее все. Да, из нее штука не взять. И остальные распределяем равномерно по остальным петлям. Мы с Натальей вот этот способ придумали и назвали его способ безупречного вязания. Тут невозможно перевязать. Вот почему я тут сполошилась? Потому что, вы видите, эта звездочка, она ввязана. Ее вот не отрезать, ее не отшить. То есть она специально делается, во-первых, для ускоренного вязания, во-вторых, для того, чтобы мы не тратили силы на ее пришивание, а в-третьих, ну, как бы, оригинальный способ. Чего бы так не сделать? Потому что, если руками делать, она будет как-то вот искривляться. Здесь она прям вот уже все готовенько. Вот вы как нарисовали, как нарисовали, так и связано. Так она и ляжет. Так, беру красную ниточку, начинаю. Середина, перегоняю каретку, вот у меня центр, середина, чтобы у меня хвост торчал из середины. По краям никакие нитки не торчат. Здесь у меня край, вот здесь у меня середина. Хвост в середину, 8 рядов. Раз, два, почему 8? Потому что, мы же квадратики вяжем, 8 рядов соответствуют 5 петелькам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь такой нюанс, 8-9. У нас вязание остановилось в середине. Моя задача сделать так, чтобы оно у меня ушло в середину, вот как здесь. Но дело в том, что мне нужно закрыть вот эту вот часть, мне нужно закрыть петлю. И тогда у меня ниточка падет на край. Это недопустимо. Она должна попасть в середину. Я провязываю еще один ряд. 8-9 рядов. Это несущественно в данном случае. И закрываю любимым моим способом. Я закрываю косичкой. Людмила Шкарупа тоже, наш учениц, переживает, что опять звезду головой вниз сделали. Но мы сейчас все исправились. Я просто, может быть, смотрится по зданию. Так, Ольга Лукошникова посылали ли в Череповец? Вот, честно говоря, не помню непосредственно в Череповец, но посылали, вот в том направлении посылали. Мы по всей России отправляем. Как бы мы же не сами их возим, не телегой же возим. То есть мы отдаем груз-перевозчику. Если есть терминал, то все до вас доедет. Так, заканчиваем. Последняя петелька. Вот, я ее закрываю и вытягиваю эту петлю. Петлю я не отрываю. Нитку не отрезаю, не отрываю. Петлю вытянула, чтобы она просто не убежала. 5. Игол достаю обратно. Смотрите, у меня получается, что в середине торчит ниточка. Я ее могу даже убрать, чтобы она мне тут нервы не портила. Я ее назад убираю, чтобы она не висела. Опускаю вот это плотно так, чтобы оно легло лицом наверх. Можно лицом вниз, тогда в одну сторону. Можно лицом наверх, тогда в другую сторону. Смотрите, какой стороной вы хотите. А как они в другую сторону? У них тогда изнанка будет, там изнанка, а здесь будет опять лицо. Или чего? Нет, все в одну сторону вяжем. Да. Лицом наверх опустили. Вот, вот так легла на лучик. И разворачиваем к машине. В общем, у нас все время лицо должно быть кверху. Иначе, да, иначе не... Так, вот этот лучик, который у нас связали, петлю сразу на иглу. И надеваем вот эту боковую часть на иголки равномерненько за протяжку. За целый петельный столбик не надо, тут нет никаких нагрузок. И рядышком надеваем наш второй лучик. Вот он, жирненькая вот эта вот точечка. Ее тоже на иглу. Я когда придумала, я думала, что надо Наташе сюда, чтобы она спицу положила. И за эту спицу она подтягивала, чтобы у нее ровный ряд был. Но оказалось, все гораздо проще. Нарисовали и взяли какую-то непонятно откуда протяжку взяли, и оно все равно все схватилось. Вот по ряду надеваем этот ряд на иголки. А я-то технологию разрабатывала, думала, как вот это выровнять все. Очень просто. А все просто. Вы технологи, дикие люди. Мы видим все, цифровые технологии. А мы в практике. Видим все так. Да, да, да. Лучики не туда рисуете. И 8-9 рядов для того, чтобы вот, чтобы ниточка остановилась с краю. Раз, два, три, 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 восемь. Нитка остановилась с краю. Это даст мне возможность убрать ее при закрытии. А если бы с другого края? Как вот ее? То есть мы добавляем лишний ряд, чтобы она остановилась в краю? Да, добавляем лишний ряд. Или убираем, или добавляем. На данном рисунке вообще не видно. Наша задача просто сделать так, чтобы у нас нигде не болтались нитки, никаких узлов. Чтобы не обрезать. Ничего не обрезать и никаких узлов не было. Вообще цельно вязанное изделие получается. И длинную петлю для того, чтобы не обрезать. Так, я же кто-нибудь делаю звездочку. Видно плохо, мелко. Я тебе говорю, плохо, мелко. Так настрой, настрой. Я боюсь, что сейчас... А как мне делать мелко? Опусти, опусти ее и... Так, наверное, нормально будет? Наверное, нормально. Так, где мне тут? Пять. Пять иголок, два, три, четыре, пять. Так. Ну так, наверное, покрупнее будет? Звязали? Я делаю по лицу. Девочки, я сделаю опять звезду вниз. А я думаю, что они пишут звезду опять? Переделывая. Позорище. Ну вот. А я думаю, что они переживают, что звезда опять вниз это идет? Да. Ладно, для тех, кому было плохо видно, рассказываю. Еще раз. Еще раз. Берем. Еще раз. Вот те, кто не понял, куда что повернуть, еще раз. Пять. В крупном масштабе. Пять лучиков. Середина и краешек. Берем близко к середине, но не саму середину, потому что здесь должно быть пять петель захвачено. Протяжечку какую-нибудь. И жирную точку. Навешиваем ее на... Рядом с жирной точкой. Вот крайнюю, саму жирную точку. Саму жирную точку. Вот все радуются. Оно и к лучшему. В это, что неправильно. Вот еще раз посмотрят вблизи. Вблизи, да. А то действительно там издалека. Издалека, да, было неправильно. Всегда надо искать что-то положительное. Да. Что, не делать? Это к лучшему. Все к лучшему, да. Правда, по изнанке хуже собирать, чем с лица, но не важно. Так. Берем ниточку. Так, чтобы у нас хвост шел к середине. Середина у нас. Вот. Поэтому и хвост сюда опускаем. Провязываем 8 рядов. Узелок. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, восемь. Если я сейчас закрою, у меня нитка попадет на край, поэтому первый раз я провязываю 9 рядов. Это потому, что у меня ниточка изнутри шла. Так получилось. Закрываю. Заканчиваю вязание так, чтобы у меня нитка попала на край звезды. Для того, чтобы при закрытии она ушла в серединку. Закрываю. Сижу в обнимку со штативом, вот это у меня петля убегает. Надо видео снимать, как ты обучаешь. Не надо. Сняли. Пять иголок назад. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь звезду опускаем лицом наружу. Видите, у меня вот они. Огромная. Ой, так убираю хвост, чтобы он не мешал дезинформацию. Несет дезориентацию. Лицом к себе. Видите, у меня звезда ляжет четко по нарисованному контуру. Вот. Мы ее кладем. Мы ее кладем, да. Она может лечь и как-то по-другому. И вот этот хвостик у меня остается именно лучиком. А вот этот бачок следующей стороной я его укладываю на, видите, на жирный вот этот рисунок. Переворачиваю так, чтобы у меня звездочка шла вниз. И надеваю ее на пять петель. Причем первой петлей будет та, которую мы закончили. Вот она. Последней петлей будет протяжка. Ближайшая к основанию. Надевайте за протяжки. Не надо за целый петельный столбик. Это лишнее. И теперь надеваем вот эту жирную линию. Ближайшую, да. Первая будет точка крайняя. И последняя точка рядом с центром. Не сам центр, потому что иначе нам этого центра на всех не хватит. Вера Проскурина, как интересно. Машинное вязание не скучное. Не такое сухое, скучное, как мы видим. Да, потому что это не только простыня. Это как раньше было программой. Окей, 3, 2, 3, 2, Вышли на краешек. Все первое. Два программа «Физики шутят». Вот у нас здесь тоже вязальщицы шутят. Во всем можно найти что-то интересное и необычное. И если вы это находите, это такой же вауэффект, как открытие какой-то новой звезды или какого-то физического, нового физического закона. Поэтому чем больше вы знаете, тем более для вас оно интересно и эмоционально. Ну и опять же, если вам удается открыть какую-то технологию, которая удивит ваших окружающих не тем, как вы сделали, а какой эффект вы получили, то я думаю, что вы получите еще дополнительную какую-то эмоцию. Ну вот Людмила Иванова пишет. Вот таким образом я не вязала ни разу. Так можно вязать и карманы, спрашивает. Да все можно так вязать. Нет, имейте в виду, вот прямо накладывать, делать, брать эти протяжки из этой спорта и туда повязать. Конечно, можно. Все можно. Накладываем. Так, вот у нас два лучика, видите, совмещаем край одного лучика с жирной точечкой, видите, у одного в одну сторону направления, у второго в другую, переворачиваем лицом от себя и надеваем на пять игл. Первым пойдет эта длинная протяжка, которая у нас осталась после закрытия полотна предыдущего. И вот способ увязывания звездочки. На самом деле здесь пять лучиков, но так можно хоть 55 лучиков. У вас будет такой совершенно... Главное, чтобы они разместились на этом поле. Да, квадраты, они могут не лечь. Квадраты, они могут не лечь, они могут совершенно необычную конфигурацию приобрести. Это надо объемными, стать выпуклыми. Поэтому надо всегда все пробовать. Значит, вопрос, Оксана Фостовец. Какую методику по стране выкройки вы на втором курсе учите? Отличается ли по стране трикотажных изделий от швейных? Отличается, конечно. Швейные гораздо сложнее. У нас свои нюансы, у нас все гораздо-гораздо проще. Потому что трикотаж эластичен, он не требует миллиметрирования, как, например, шитое изделие, потому что он по-любому на вас уляжется. Но учитывать надо особенности фигуры, потому что уляжется там пару сантиметров, а не полметра. Поэтому но все равно допускает погрешность. Погрешность допускается гораздо больше, гораздо меньшее количество мерок надо снимать и гораздо проще сами выкройки. Но зато они точные и садится наш трикотаж четко по фигуре. 8 рядочков. Закрываем. А ведь мы такой способ в мастер-группе не показываем на карманах, да? У нас там более сложные карманы. Да, там карманы более сложные, более жизненные, скажем так. Но вот это это фантазийные такие узоры, которые... что когда вы поближе посмотрите, то вы поймете, что это то же самое, как если вы взяли через край пришили. То есть оно все равно же его нужно пришивать туда. То есть оно будет видно, что это накладной карман. Но это принцип накладного кармана. А мы накладные карманы не проходим. Проходим, а как же? Проходим? Конечно. Там такие карманы красивые мне вяжут с кружевами. Нет, я имею в виду, что накладной по вот такому принципу, по прямоугольнику. У нас там накладной карман фигурный. Не, ну вот такой способ тоже можно иметь как-то необычный. Есть у него какие-нибудь плюсы по сравнению с другими, с пришиванием иголкой или с пришиванием... Здесь вы пришиваете сразу. И сразу вяжете. И сразу вяжете, да. То есть девочки некоторые пишут, что они вообще с шитьем не дружат. Вот для тех, кто вообще с шитьем не дружат, вот такие способы тут шить не надо. Тут все само делается, получается. Здесь все по прямой, но круглый карман таким образом наверное не так кроско будет. Не, не, не. Круглые там все равно лучше накладывать и пришивать, причем пришивать аккуратно. Значит вопрос, а на какой машинке лучше вязать, легче вязать, на двойке или на пятерке? Ну это дело привычки, мне легче на двойке. Именно из-за отсутствия грузиков и нитивода. Потому что и смотря что вязать. Если простыню, конечно на пятерке. Раз, два, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь, чтобы не сбиться. Все дело привычки. Кто-то любит пятерку и говорит, что в жизни не сяду на эту вашу двойку, от нее там одни проблемы. Потому что пока руками переложишь, а не проложишь ниточку, она срежет, все, и в общем сколько вязала. Здесь приходится каждый ряд контролировать. Каждый ряд контролировать и причем учиться на тяжелом... Ой, господи, что-то ошибается. Учиться так держать нить в свои нюансы. Но в большинстве те, кто имеет пятерки, они потом покупают двойку. Вот среди наших учениц я чего-то не видела, чтобы кто-то имея двойку покупал пятерку. Все как-то наоборот получается. Ну, потому что видят, как я легко вяжу то, что на других машинах может быть кажется сложнее. На самом деле это все опять же дело в привычке. Если бы я показывала все на сильвере, все бы покупали сильверы, потому что казалось бы, что это самая легкая машина. Если кто-то что-то делает легко, кажется, что это легко во всем. У всех так же легко. Да, всем будет легко. Самое трудное это ручные пересадки. на мой взгляд Наталья пишет. Да, это самое трудное и ручные пересадки на ниве вот этой двойки делать проще просто, потому что она держит полотно и не нужно следить за убегающими петлями, за летающим полотном постоянно. Вот в данном случае, да, и фанги, конечно, эти сенакиды эти машинки переносят гораздо лучше. В большем количестве. То есть больше возможности она легче, она не скидывает их, она и держит сама. те машинки они могут подвести. Пока Наталья все это делает, я расскажу, что... Сейчас я 8 раз прожужу. А я уже, собственно, закончила, поэтому смотрите, у нас пятый листик связан. теперь я просто вот этот вот первый листик, вот он, надеваю основание на основание вот этих красненьких петелек за одну протяжечку за правую или за левую выбирайте сами на иголке и закрываю. Все. Наша звезда связана. За самую первую вот эту петлю, которая у нас торчит из из зеленого вязания. Ну, получается такой грубенький шовчик-то. Шовчик-то получается, да, но... А может быть его завязать вот именно вот этим пересадки, как вот это... Можно было оставить открытые петли и сшить горизонтальным трикотажным швом, но это опять же другая технология и немножко другая задача. На класс делать не будем, на целый класс. Ну, когда 30 бюденок надо. Да, не будем. Это гораздо сложнее. Ну, пока Наталья тут делает, в принципе, мы уже закончили, и я хотела сказать, что если вы живете ВКонтакте, а мы выяснили, что у нас многие ученицы живут ВКонтакте, то мы сейчас специально организовали группу, которая называется «Совместное вязание», и вы можете туда заходить, потому что ни на сайте, ни в рассылке я не выкладываю отчеты, которые прислали нам ученицы после вязания вот этого прошлого пледика, поэтому вы можете присоединяться к этой группе и смотреть те отчеты, которые будут нам присланы, если кто-то хочет прислать, если кто-то может прислать, что-то у тебя случилось. с температурой не в ту сторону пришло, потому что сейчас, минутку, я не пройду. мы не стали говорить, что Наталья с температурой, потому что что-то грипп ее не отпускает совсем, и поэтому мы вот продолжаем. Продолжаем звездочку, так, продолжаем звездочку. Так, я ее не закрыла и привязала не той стороной. Сейчас справим. Не, надо было закрыть. Ну, собственно, это последний листик, поэтому тут ничего страшного. Ой, всегда надо иметь возможность переделать. Вот Наталья пишет, жаль, что вы в одноклассниках не живете, но это у нас в планах стоит, потому что на самом деле у меня пока сил не хватает, мы воплощаем те идеи, которые я набредила уже, а одноклассники у нас как бы следующим этапом, потому что мы сейчас активную деятельность в ВКонтакте и на сайте, и опять же, вот как бы идея по совместному вязанию это как бы тоже не так просто, потому что приходится не просто придумать какую-то идею, а придумать идею, которую могут повторить люди с разным уровнем. Конечно, профессионалам это будет не сильно интересно, а вот тем, кто новички, и если учесть, что мастер-группа, которая четвертый курс и уже света раздала, и уже на пятом учится, и все равно здесь присутствует, я так понимаю, что они все-таки отличаются от тех, кто новички, которые ничего не, ну, имеют только прямое полотно, и тем не менее, вот они здесь находятся и тоже смотрят, потому что мы вам показываем то, что на мастер-группе мы не проходим, потому что, ну, это как бы одно из, одно из возможностей применения тех технологий, которые мы даем, но то, что я как бы могу набредить, это вот, ну, как бы моя такая способность. Вы знаете технологии, вы тоже самое сможете напридумывать. Мы же как бы ничего такого здесь не показали, ну, проткнули полотно, ну, сверху продолжили вязать, и вот, как бы, навязали сверху. Ничего такого, вот те же самые пересадки, те же самые провязанные петли, все то же самое, ничего здесь такого нет. Ну, просто технология такая, которую, вот как бы никто почему-то до этого не использовал. Но она не секретная, она не какая-то там вау-эффект. Ну, просто все, что мы знаем, мы просто под другим углом используем. Вот в машинном вязании все так. Вот одни и те же петли, но почему-то все время разные изделия получаются. Так, вот Людмила Куснецова пишет, интересно, есть ли у нее идея. Если желаете, могу поделиться. Конечно, мы желаем. Конечно, мы желаем, присылайте, потому что как бы неинтересно вязать простые вещи. Хотелось бы что-нибудь интересное. Наталья пишет у нас в Одноклассниках, увидела свитер, который я связала. Даже цвет и рисунок такой же, только размер 50, смотрится совсем по-другому. Ну, наверное, по-другому. И даже не потому, что размер 50, а потому, что может быть где-то длиннее, где-то там короче. Разные фигуры по-разному абсолютно сидит. Кого ВКонтакте набирать? Ну, вот как бы вы меня можете набирать, так как я не за комментарии. Лучше, Светлана, потому что она чаще. Да, чаще набирает там. Поэтому заходите в группу, и там я, вот, например, в этой группе совместного вязания, я единственный администратор, поэтому вы там мимо меня не пройдете. Но еще у нас есть группа из БАВИЗАЛЬНАЯ ВКонтакте. Тоже, если вы будете набирать, то тоже мимо меня не пройдете. Поэтому со всеми предложениями и покупками, и вот вопросами по инструментам это все ко мне. Вот по вязанию это к Наташе. Что-то какая-то звездочка вот такая, вот краюшек у нее какое-то, такое ушко, такое печальное, вот это, да. Только разгладим надо. Вот. Ну, давай, все, шапка готова. Вот, шапка готова. Собственно, покажу вам на отглаженном. Он уже помялся, пока я донесла. Вот. Получается, тут засветка идет, очень непонятно. Вот, вот такая вот звездочка. Вот спрашивайте, значная сторона будет лицевой? Нет, мы же ошиблись. Нет, мы просто ошиблись, и получается, вот в итоге-то вот, вот так, машина мешает. В итоге наша звездочка села нормально, видите, лучиком. Кверху. Лучиком, вот, макушка буденокки, и к ней идет... Давай на ребенка одеваем. И к ней идет лучик. То есть вот, когда вы рисуете схему на кружочке, надо опускать наоборот. Поэтому... Давай я машину сниму, она все-таки не дает возможности даже положить. И можно камеру, в принципе, поднять, потому что... Так вот, две буденовки. Вот наш ребенок. Вот то, что мы связали. Естественно, это нужно отпаривать. И у нас, видите, буденок связан на одну сторону, цветочек вот такой вот экстрим получился сегодня. Но поскольку это все вживую идет, вот такие вот вещи, рулик не туда смотрит. В общем, шапка не отпаренная, но вот такая вот у нас буденовка не на ту сторону получилась со звездой. Звезда тоже не отпаренная. Будете делать, ну, естественно, будете не нарушать технологии, делать все по правилам. Вот. Вот наши эти... Рулик в другую сторону. Рулик в другую сторону, да. Вот, собственно, могу показать на оригинале, который связали до этого. Вот так вот это будет выглядеть. Только звезда, естественно, будет смотреть нормально. Вот. Рулик. Вы можете... Если будете вязать шапки такие для себя, вы можете этот рулик пришить, потому что при стирке он весь развалится и превратится в бесформенность. Если вы его прихватите, просто ниточкой вот где-нибудь по краешку у вас,